Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим 11-ю партию матча за звание чемпиона мира между действующим шахматным королем норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом Фабиано Каруаной. На этот раз Магнус Карлсон вернулся к ходу Е2-Е4 и Каруана прогнозируемо вновь ответил русской партии. Е4, далее Е5, К3-К6, К5-D6 и напомню, в шестом поединке этого матча Карлсон применил довольно интересный ход Конь-D3. Возможно, после окончания этого соревнования найдутся последователи, которые также повторят опыт чемпиона мира. Но тут Конь-F3, более классическое, общепринятое продолжение. Конь бьет Е4 и в данной ситуации Магнус Карлсон останавливает свой выбор на довольно модном варианте Конь-C3. Нужно сказать, что этот вариант отнюдь не новый. Так играли еще в начале 20-го столетия сильные шахматисты того времени. Прежде всего, Арон Немцович. Поэтому данную систему часто как раз называют системой Немцовича в русской партии. Но в наше время, уже в новом тысячелетии, так довольно часто белыми играл такой активный шахматист, как Алексей Широв. Идея данного хода в том, что после размена на С3 белые забирают пешкой Д, при этом открывают своего слона, далее выводят ферзя и делают длинную рокировку. Черные играют слон Е7, без этого хода не обойтись. И здесь белые могут поставить слона на Ф4 и на Е3. Там есть свои определенные тонкости. Но вот как раз слон Е3 сбрал чемпион мира. И в данной ситуации у черных есть два плана. Они могут подготовить длинную рокировку ходом Конь-Ц6 и дальше увести, по примеру, белых короля на ферзевый фланг. Ну а также могут сыграть сразу два нуля. Это более острый план, потому что в этом случае получаются разносторонние рокировки. И поэтому, конечно, вполне возможны атаки на королей. Белые будут атаковать на королевском фланге, надвигая свои пешки. Ну а черные на фланге ферзева. Ферзь Д2 играют белые. Конь Д7. Весьма эластичное продолжение. Таким образом, черные то ли хотят поставить коня на Ф6, укрепив таким образом пешку на А7. То ли стремиться к разменам после Конь-Е5. 3-0. Игра белых довольно прогнозируема. И в этой позиции ход Конь-Е5 заслуживает внимания. На что Топалов против Крамника в 2005 году сыграл агрессивно А4. Но, впрочем, та партия закончилась в ничью. А у нас Конь-Ф6. Именно так сыграл Коруана, прикрыв пешку на А7. И сейчас белопольный слон черных может выйти на одно из заслуживающих внимания полей. Е6, Ф5 или Ж4. Слон Д3. Играют здесь белые. И далее делается такой интересный ход, как С5. Кажется, что это серьезная позиционная ошибка. Но, конечно, в руках Каруаны такой ход явно что-то должен означать. На самом деле, на высоком уровне первой так заиграла Александра Костынюк. Ладья ХЕ1. Играет здесь Магнус Калсен. И вот в партии первоисточники. Д5 сыграла Татьяна Косинцева против Костынюк. И далее С4, Д4, слон Ж5, слон Е6. На С3 черные сыграли очень активно Б5. После взятия Ф5 получилась очень обидоострая позиция. И в сложной борьбе белые все-таки сумели победить. Но опыт Александра Костынюк, несмотря на поражение в этой партии, не остался незамеченным. После хода слон Е6, как и сыграл Каруана, в партии Гири против Матылева в 2017 году белые пошли слон Ж5. Ну и далее на Ф5, А3 прикрываем таким образом слабости. Ладья ФЕ8 взяли, взяли конь Ж5. И здесь белые получили определенную инициативу на королевском фланге после размена на Ж5. А6, Ф4 и на ход Д5, Ж4. Но в дальнейшем все-таки черные достигли ничей в окончании. Ну а в нашей партии Карлсон играет более основательно. Делает полезный ход. Король Б1 и после Ф5 пешка на А2 под ударом. Что же делать? Если пойти Б3, то на С4 ставят черные свою пешку. Поэтому сильнейший ход С4. Правда, в этом случае партия переходит в окончание. Ферзь бьет Д2. Сыграл Каруана. Карлсон ответил взятием слону. В этой ситуации ход конь Ж5 весьма серьезная угроза. Поэтому необходимо сыграть А6 и нужно констатировать, что по дебюту белые особо ничего не получили. Позиция примерно равна и с очень большой вероятностью она рассматривалась при домашней подготовке в штабе как Карлсона, так и Каруаны. Конь Ж4. Сыграли белые. Ладья ФЕ8. Конь Ж6. Вот такой интересный ход. Но здесь черные отвечают контрударом. Конь Ж4. Конь бьет Е7 шаг. Ладья бьет Е7. Ладья Е2. Прикрыв пешку на Ф2. Конь Е5. Белые играют слоны Ф4. Размен на Д3. И в итоге на доске получаются разноцветные слоны. Слабости пешек С4 и Д6 взаимно уравновешивают друг друга. Далее. Ладья Д7. Ладья бьет Д6. Взяли-взяли. Ладья Д8. Слоном отойти нельзя ввиду вторжения по первой линии. Поэтому Ладья Д2. Проще защитить слона. Слон Ф4. Король С1. Б6. И после слона Ф4 партия перешла в чистый разноцвет. Взяли-взяли. Очень повеселил комментарий одного из англоязычных зрителей на сайте с текстовой трансляцией этой партии. Он написал о том, что в этой позиции ничью вслепую может сделать даже его бабушка против любого из этих двух шахматистов. Причем за оба цвета. Так или иначе позиция действительно равна, но в ней есть один нюанс. Белые неизбежно выигрывают пешку. Потому что пешечная цепочка черных на ферзевом фланге расположена на черных полях. Ну и в этой позиции, конечно, Каруана не решился повторить опыт Роберта Фишера в первой партии против Бориса Спаскова. Тот забрал слоном пешку на h2 и после g2, g3 и дальнейших осложнений в Эйншпиле капитулировал. Здесь, конечно, слон бьет А2, ход самоубийственный. После b3, c4, король, c3 взяли, король, b2. Оказывается, что поле на c1 контролирует слон белых. Ну и здесь никакой компенсации за фигуру нет. После взятия король, бьет А2 временно у черных три пешки за слона. Ну понятно, что одна из них быстро погибает. Ну а две оставшиеся явно будут заблокированы. Белые в итоге одержат победу. Ну, конечно же, это все кооперативные варианты. Черные пошли а6, а3 сыграл здесь Карлсон и далее король f8. Слон c7, b5, слон d6, шаг, король e8, слон бьет c5. И в данной позиции Карлсон сумел выиграть пешку. Но все-таки данное положение ничейное с очень большим запасом. Потому что черные могут соорудить достаточно продуктивную ничейную стойку. Они могут держать слона на диагонали а2, g8. Пешки расположить на королевском фланге по белым полям. А королем и слоном держать одно из белых полей на ферзьевом фланге. Не давая таким образом проходной белых, которая здесь образуется, пройти в ферзи. Примерно это же и делает Карлона. Он ставит пешку на h5. Далее король e3, король d7, король d4 и g6. Вот уже выстроена пешечная цепочка. Корневая пешка на f7 под надежной защитой слона. Ну а дальнейшее продвижение белых пешек на королевском фланге неизбежно придут к разменам. Но все-таки в этой позиции кроется еще парочка неслуженных нюансов. И Карлсон решил проверить своего соперника. Продолжил партию. g3, далее слон e2, слон f8, король c6, b3, слон d1 и король d3. Слон g4 и белые, продвигая пешку c вперед, в итоге создают проходную по этой вертикали. Слон e6, король d4. Взяли, взяли, но конечно же король на c6 стоит как скала и совершенно нет никакой возможности пешку c белым провести в ферзи. Слон g4, играют здесь черные, c5. Карлсон ставит пешку на защищенное слоном поле и отправляет своего короля на королевский фланг. После слон e6 следует слон a6, слон d5, слон e3. Это более удобная позиция для белого слона. И после слон e6 следует король e5. Конечно, очень слабы черные поля на королевском фланге у черных, но как подобраться к пешкам? Они стоят на белых полях и соответственно на них нападать можно только своими пешками, что опять же приведет к разменам, либо королем. Ну а это бессмысленно, потому что они защищают друг друга, ну а пешка на f7 защищена слоном. Король f4, слон e6, король g5, слон d5. Черные просто стоят. Вот так сыграл Калсен. После взятия король bg4 слона 2, корона пока что придерживается выжидательной тактики. Король g5, слон b3, король f6, слона 2, h4, слон b3, f4. И вот здесь мы видим, что у белых все-таки есть один план попытки игры на выигрыш. Идея состоит в том, что они хотят поставить пешку на f5 и если черные заберут, то проходная пешка h рванет и в итоге, чтобы не дать ей стать ферзем, черные вынуждены будут отдать слона. Ну это конечно же большая сказка, которая очень приятна для белых, но совершенно несбыточна. Слон a2, король e7, пока еще сделал ход Калсен королем и после слон b3, король f6, слон a2 продвинул пешку на f5. Весь шахматный мир затаил дыхание. Конечно, взятие на f5 было бы грубейшей ошибкой. В этом случае сильнее всего слон f4, блокируя пешку на f5. Ну и в дальнейшем от пробега белой пешки по линии h вплоть до поля h8 нет никакой защиты. Но корона конечно пошел слон b1, видимо за несколько десятков ходов до этой позиции он сумел понять, что здесь есть такой защитный план. Ну и здесь ясно, что белые не получают никоим образом проходную пешку, потому что в случае взятия на g6 мы забираем пешкой и проходной нет. Ну а если забрать на f7 королем, то тогда конечно слон бьет f5 с тем же эффектом. Поэтому Карлсон сыграл слон f2, корона поставил слона на c2 и соперники пожали друг другу руки в знак заключения мира. Вот такой одной из наименее волнительных партий получилось это 11-я между Карлсоном и Коруаной. Надеемся, что последняя партия классической части этого матча, 12-я, в которой Карлсон, видимо, как обычно, на e4 ответит с ицелянской защитой, будет более интересной. Ну а я благодарю вас за внимание, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. До свидания.